Здравствуйте, друзья! С вами КикОбзор! И это первый выпуск в новом формате, в рамках которого мы представим вам интересные новости из мира технологий, науки и крутых гаджетов. Поехали! Японской компанией ProDrone был презентован грузовой мультикоптер PD-6B, оборудованный двумя руками-манипуляторами. Его показали на выставке InterDrone в Лас-Вегасе. Дрон предназначен для транспортировки грузов. Представленный гексокоптер оснащен парой манипуляторов с пятью степенями свободы, которые позволяют беспилотнику захватывать и перевозить различный груз весом до 10 кг на одну руку, а максимальная грузоподъемность самого летательного аппарата составляет 20 кг. Механические манипуляторы умеют включать-выключать тумблеры, резать кабели или принимать активное участие в спасательных миссиях. Дрон может разгоняться до 60 км в час и подниматься на высоту до 5 км, а встроенного аккумулятора емкостью 16 тысяч мАч хватит на получасовой полет. Большинство современных коммерческих VR-продуктов полагаются на геймпады или стики в вопросе взаимодействия с предметами виртуальной реальности. Да, это практично. Да, эффективно. Нет, совсем не идеально. Вы не сможете получить тех же впечатлений, что и в реальной жизни, когда вы взаимодействуете с предметом при помощи своих рук и пальцев. Тут приходит пара обычных перчаток для VR. Они проводят в виртуальную реальность сигналы с ваших рук, позволяют захватывать объекты. Вот только ощущения все равно здесь не те же, что в реальной жизни. Обратного фидбэка от предметов вы не получаете. И это именно тот момент, когда на сцену выходит перчатка виртуальной реальности Dexmo. Компания по сбору средств на производство Dexmo уже открывалась на Kickstarter. Не взлетела, была закрыта. Но, несмотря на это, китайские разработчики продолжили заниматься своим устройством. И, судя по последним роликам и рекламной акции, финальное устройство Dexmo все-таки приблизилось к своей последней стадии. Вместо того, чтобы отслеживать движение пальцев, эта перчатка заставляет вас прилагать к движению какую-то силу. Например, напрягать пальцы, когда вы держите какой-то виртуальный объект. Сопротивление перчатки будет зависеть от того, с каким именно предметом вы взаимодействуете в виртуальной реальности. То есть, вы без труда поднимете резиновую уточку, но будете вынуждены напрячься, пытаясь поднять бревно. Судя по внешнему виду, новая Dexmo получила свой финальный дизайн. Еще по прошлой кампании на Kickstarter стало понятно, что разработчики пытаются сделать экзоскелет похожим на обычный скелет. Так и получилось. Выглядит круто и массивно, но разработчики заявляют, что сама перчатка вышла облегченной. А вот чего они не сообщают, так это информации о цене и доступности устройства. Так что пока нам все равно придется сидеть со своими геймпадами и джойстиками. Компания Belkin представила адаптер с не самым коротким названием. Lightning Audio Plus Charge Rockstar. Устройство, которое позволит будущим пользователям iPhone 7 и iPhone 7 Plus одновременно заряжать смартфон и слушать музыку через проводные наушники. Устройство создавалось в сотрудничестве с Apple, в связи с чем получается, что Apple сами заставляют любителей аксессуаров с разъемом 3,5 мм пользоваться неудобной конструкцией из двух адаптеров, тем самым подталкивая их переходить на фирменные гарнитуры. Купить гаджет можно в официальных магазинах Apple за 39 долларов и 99 центов. А вот в стране конкурентов Apple из Южной Кореи происходят вообще непонятные вещи. В базе патентного бюро появился весьма любопытный патент электронного гиганта Samsung. В нем описывается смартфон, способный одновременно работать сразу под двумя операционками – Android и Windows. Работают системы параллельно, поэтому в любой момент пользователь может переключиться между ними, словно это обычные приложения. Пока это всего лишь концепт, но согласно заявлениям Samsung, компания планирует внедрить данную идею уже в следующую модель своего флагманского смартфона Galaxy S8. Продолжаем мобильно-смартфонные новости. Как уже было заявлено, проект модульного смартфона ARA, который курировался Google, теперь закрыт. Но за последнее время это не единственная весточка о том, что Google начинает бояться своих странных экспериментов. Пока ARA был зарожден в подразделении Advanced Technologies and Projects, помимо него разрабатывался проект Tango, который, к счастью, уже скоро будет представлен на суд потребителей. Кроме того, относительно недавно из проекта и из Google вообще ушла Регина Дуган, глава подразделения Advanced Technology and Projects. Дуган, пришедшая в Google из секретного исследовательского отдела в Пентагоне, обещала многие секретные проекты, а на деле представила только ARA и Tango, но и их не завершив перешла в Facebook. Помните проект X, о котором мы говорили в выпуске про Google и ссылка на который будет в описании? Так оттуда тоже пришли не очень хорошие новости. Оказывается, лаборатория X не справляется с выводом продуктов из экспериментальной фазы. А это значит, что лаборатория после реорганизации Google Alphabet не давала ни одного продукта. Но у Google еще остаются весьма перспективные проекты типа Loon, Project Fi и самоуправляемые автомобили. Странности гиганта – это залог того, кем он стал сегодня. Но вот в другом подразделении Alphabet компании Boston Dynamics довольно успешно продолжается совершенствование робота в весьма непонятном направлении. Каким испытанием готовят машину, не ясно, но специалисты из Института Человеческого и Машинного Мышления научили ее балансировать на одной ноге на краешке доски. Демонстрацию возможностей робота зафиксировали в коротком показательном видеоролике. Стоя в десятки сантиметров над землей на фанерной дощечке толщиной 2 сантиметра, робот более 20 секунд удерживал равновесие, покачиваясь из стороны в сторону. В конце испытания Atlas элегантно и почти по-человечески соскальзывает с импровизированного помоста. Но научная фантастика все ближе и ближе не только стараниями Boston Dynamics. Еще в феврале амбициозный проект Sony Xperia Projector на стадии концепта обещал превращать любые поверхности в тачскрин. Клавиатуру можно было переносить на поверхность стола, при этом она не становилась менее функциональной. Теперь разработчики представили более полное демо своей поразительной и весьма полезной в будущем технологии с работающим прототипом. Сама идея превращения окружающих поверхностей в полноценные панели управления не нова. Разрабатывались лазерные блютуз-клавиатуры, задавались точки управления умными девайсами физическим устройством Nokia, о котором, кстати, мы говорили в одном из наших прошлых выпусков. Ссылка в описании. Но система от Sony проецирует изображение на все поверхности. Однако, по нашему мнению, лучше всего выбирать ровные, как и в случае с любым другим проектором. И при этом система определяет движение рук пользователя, позволяя ему взаимодействовать с проецируемыми изображениями так, словно пользователь прикасается к реальному стеклянному дисплею, отзывающемуся на прикосновение. Преимущества системы превращения поверхности в панели управления очевидны, потому что любая поверхность сможет стать тачскрином. При этом она не обязательно должна быть горизонтальной. Если вы захотите спроецировать клавиатуру на стену, ничего вам не помешает. Конечно, тут есть проблемы, о которых представители Sony пока молчат. Проектор нужно будет устанавливать на определенном расстоянии. Могут также возникать неточности при работе с естественным освещением, а также ни слова не сказано, сколько будет держаться батарея. Sony Xperia Projector уже прошел стадии концепта и работающего прототипа. Пока нет информации о том, когда и по какой цене будет доступен готовый продукт. Но понятно уже сейчас, это скорее всего станет новым и самым большим хитом компании за последнее время. А вот в американском городе Питтсбург стараниями компании Uber будущее уже наступило. После тестов длиной в полтора года компания запустила проект самоуправляемых такси. Такси с автопилотом пока не берут денег с пассажиров, поскольку они выступают в роли испытателей, а использовать сервис на данный момент допускают только самых преданных клиентов сервиса Uber. Отметим также, что беспилотные такси ездят не по всему городу, а используют лишь самую обкатанную и проверенную его часть. Тем не менее, эти районы имеют быстрое и сильное движение, так что автопилоты ездят не по полупустым улицам. На месте водителя все еще находится человек, но это не водитель, а техник, который следит за работой автопилота с помощью ноутбука, на котором показан поток данных со всех сенсоров. Ну а еще этот техник может и должен взять управление на себя при сбое автопилота. Единственное, что сильно отличает эту машину от любого другого такси, это установленный между передними сидениями сенсорный экран, с помощью которого пассажир общается с автопилотом. На экране высвечивается подробная информация о действиях автопилота, скорости автомобиля и местонахождении, есть справка о принципе работы автопилота, если пассажиру интересны технические подробности. Автопилот сервиса Uber представляет из себя приспособление, оснащенное камерами и направляющими лазерами, которое крепится на крыше машины и синхронизируется с бортовым компьютером и системой управления. Представители компании заявили, что их устройство на крыше хоть и выглядит максимально компактно, но уже почти закончен новый, еще менее громоздкий вариант автопилота. RandomK, лицензионные ключи для игр Steam по супернизким ценам. Рекомендуем, ссылка в описании. Всем спасибо, что были с нами, если вам понравился данный формат, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые выпуски. Также посмотрите видео об основателе Tesla Motors и SpaceX Илоне Маске или ролик о том, насколько велик Google.